Здравствуйте! Сейчас я буду рисовать картину, которая называется «Осенний пейзаж». Сейчас я светлым тоном смеси желтого с белилами я рисую средину парковой аллеи. В конце мы нарисуем удаляющиеся фигурки людей, прогуливающихся по парку. Средина будет самая светлая, дальше я беру более темный желтый свет, потом мы будем вносить оранжевый и смесь красного с коричневым. Это будут деревья с двух сторон аллеи. Я считаю, что этот урок самый лёгкий по исполнению, потому что природу рисовать легко. Это не лицо и не цветок, где нужно чётко передавать. Здесь намного всё вольно изображается. Сейчас я рисую уже деревья более тёмным тоном. Вот получается, смотрите, средина – это будет воздух самый светлый, дальше жёлтый – это уже начало будет аллеи, оранжевый, потом пойдёт алый и красный, тёмный, смешанный с коричневым. Это уже мы рисуем массу деревьев. Листики, мазками так вольненько туда-сюда изображается масса листвы. Сначала весь холст наносится полностью краской. Это всё будет в таких размытых тонах, как бы акварельно. И после этого мы уже начнём рисовать деревья, сами стволики деревьев. Сейчас я наношу смесь коричневого и красного. На холсте я их не смешиваю, две эти краски. Я их беру, подчерёдно окуная в красный и в коричневый цвет, чтобы краски на холсте ложились тоже красными мазками и коричневыми мазками. И уже в процессе рисования они перемешивались на холсте. Тогда получается такой неоднородный красно-коричневый тон, а он где-то светлее в красный уходит, где-то темнее уходит в коричневый. Получается очень такой интересный, насыщенный колер. Обе стороны рисуются сразу, чтобы краска была примерно одинакового тона. И пользуюсь я кисточкой, которую я не мою ни в растворителе, нигде. Я её просто вытираю салфетку. Поэтому здесь я иду от тона светлого к тону тёмного. Краска наносится на холст в виде маленьких таких листиков. Вот края наиболее будут насыщены темный цвет иметь, чтобы было похоже, что мы стоим в самом тёмном месте, то есть мы стоим в лесу и смотрим на выход из аллеи в самую светлую часть горизонта. Это будет выход из аллеи. Сейчас рисуется вертикальная масса деревьев. Вот вы просто не уточняя веточек, ничего, вы рисуете саму такую растительность глубокого тона. Видите, вот получается, что она у вас будет, края у неё жёлтые, оранжевые. По мере углубления в лес она будет приобретать более тёмный оттенок. И так за счёт этого ингредиента цвета у вас получится уход в перспективу, в более светлую, на горизонт. Вот я пытаюсь там даже в виде каких-то веточек располагать кисть по росту листвы. Видите, я не просто там как бы даже вот наношу краску, а всё равно пытаюсь наносить краску в виде каких-то таких деревьев, кустиков располагаю так вот её по кругу, веерообразно раскладываю, как раскладываются листики на деревьях, веточки сами. Потом мы нанесём большое количество стволов деревьев, чтобы изобразить массу леса. И оно всё это окажется на заднем плане, потому что по верху мы ещё будем веерной кистью уже раскладывать более ближние ветки. А это сейчас мы рисуем лес туда, в перспективу уходящий. Мне показалось немножко темновато, и я решила добавить белил и более соединить уход деревьев. Получился вот, если вы видите, резко переход жёлтый, оранжевый, и тут вот у меня краснокоричневый. Я решаю, что мне хочется более соединить все эти между собой цвета. И я их соединяю светлым тоном. Тогда картина будет более светлая, солнышко на розовом будет играть, которое получилось при смеси белого и краснокоричневого. Также я внесу, убелила немножко и в остальные, в оранжевый и в жёлтый, как бы объединяя весь этот массив леса между собой. Вот видно при внесении белых мазков, видно уже более пышную такую, сказал бы зелень, если бы это была зелень. Но буду говорить массу растительности, но уже здесь красных, оранжевых и жёлтых тонов. Потому что мы изображаем осень. Очень красиво получается, ярко. Самые яркие картины, они наиболее привлекательные для глаза. Их хорошо выбирают люди при покупке. Яркость эту. Если нарисованы у меня пейзажи в спокойных тонах, в таких классических, можно сказать, тонах, где зелень это зелень, то не так вызывает это восторг, если нарисовать всё это более даже в неординарных тонах. При изображении зимы мы снег рисуем и жёлтый, и красный, и розовый. И любые оттенки, и фиолетовые вносим в снег. Даже не просто он белый, а вот именно цветной. И смотрится он очень красиво. Вот продолжаю я белилами соединять растительность. Значит, края цвета я делаю более яркие, если вы видите. Дальше переход к цвету, к тёмному. Вот здесь к красному, значит, с оранжевого переход. Видите, я не полностью подхожу белилами к краю красного цвета. Я его аккуратненько так оставляю, чтобы сделать всё равно, значит, от светлого к тёмному небольшой переход, чтобы они объединились. Чтобы было, в общем, край цвета, например, жёлтого был с правой стороны или с левой тут, ну, в общем, как у вас, на какой стороне будет располагаться кисть. В данный момент я рисую слева, значит, и правая сторона будет у меня ярче, а левая будет чуть темнее. Теперь я начинаю переходить на правую сторону и делаю то же самое. Значит, здесь будет левая сторона ингредиента оранжевого или жёлтого будет более светлее, уходя в правую сторону, она будет более темнее. И так у вас соединятся между собой все цвета очень так плавно. Средину мы заведомо оставляем более светлую, потому что там нет деревьев, там выход из парка, и он будет здесь контрастно выглядеть, светлым тоном. Вот я его высветляю до такого состояния, когда он мне понравится, когда я увижу, что это похоже на промежуток между деревьями, более светлый. Написана картина по уроку, как я уже вначале говорила, но я не следую каждому мазку урока другого. Я придумываю что-то своё, потому что урок написан там краской акриловой, мы пишем масляной. Немножко, конечно, само написание этими двумя красками отличается друг от друга. Поэтому мы делаем, уже исходя из своего опыта, написание масляными красками. Берём за основу сам вид изображения, расположение деталей, какие-то такие необычные подходы к изображению. От урока мы тоже берём. Это веерная кисть, там масса леса изображалась веерной кистью. До этого я рисовала лес другими кистями, более круглыми. Но мне очень понравилось. Веерная кисть даёт листве такой ажур, такой нежность. И рисуется очень просто, потому что для меня, например, ещё тяжело рисовать такие листики, чтобы я маленькой кисточкой рисовала каждый листик. Я более нетерпелива в этом рисовании, поэтому для меня это, наверное, ужасно будет рисовать каждый листик маленькой кистью. Хочется так что-то более глобально. Ну, в общем, так. Теперь я начинаю рисовать горизонтальную поверхность. Располагаю, видите, продольно мазки. Это будет самая светлая часть земли. Сейчас рисуется без уточнения деталей, рисуется чётко только самоощущение цвета. в поверхности. Ну, то же самое. Здесь я растушевываю пальцем, делаю плавные переходы между тёмными и светлыми тонами. Получается там углубление ямки. Здесь вот немножко стволы я захватила, и получилось под стволами тень легла. Здесь аккуратно вытирая палец я стушевала светлую зону более тёмной. Можно делать вертикальные полосы, показывать. Можно горизонтально, вот как сейчас я делала, чтобы была такая бугристость местности. Вот я теперь набираю на веерную кисть оранжевый цвет. Я в него немножко добавила белого, только чуть-чуть. Это будут нижние листья, нижние веточки. После этого мы добавим больше белого и дадим акценты передней листве. Я ведь рисую так тоже. Но я рисовала раньше, конечно, веерной кистью. Здесь можно рисовать разные тона, и жёлтый, и оранжевый. И можно их в смеси делать. Это уже очень хорошо подчёркивается светлые тона, когда рядом есть очень тёмные тона. Тогда получается солнышко, ощущение солнца. Вот смотрите, на данный момент, значит, в этой картине средина получается очень светлая, правый край самый тёмный. И теперь справа к краю я даю более тёмный низ. Пол изображения будет более тёмный. Видите, вот только я внесла более тёмный мазок рядом со светлым, и он стал ещё ярче. Поэтому вот я всегда думала, ну как вот художники изображают, у них такие солнечные пятна какие-то, вот они такие яркие, так вот кажется прям солнышко смотрит и оставляет этих зайчиков. Но вот на протяжении всего времени я заметила, что рядом с более тёмным зайчик солнечный кажется вообще очень ярким. Вот я теперь набираю на веерную кисть оранжевый цвет. Я в него немножко добавила белого, только чуть-чуть. Это будут нижние листья, нижние веточки. После этого мы добавим больше белого и дадим акценты передней листве. Я ведь рисую так тоже. Но я рисовала раньше, конечно, веерной кистью, в основном кусты, ну ёлки. Хотя нет, и наверное деревья тоже рисовала. Вот видите, это я пробую. Я попробовала немножко нарисовать веточек. Теперь, значит, понизу травку. Я слегка прижимаю. Вот где-то мне не понравилось. Я там опять убрала пальцем и по новой делаю. Видите, ничего страшного. Я тоже это вот зашла немножко. Вот видите, на светлый тон. Вот. Как бы это множество лежачих, лежачих там листиков всяких. Вот видите, захожу на листики. Аккуратненько, такими проверяющими движениями. Создаю массу. Вот мне показалось, что на жёлтом оранжевый тон слишком виден. Я добавила жёлтой. И делаю первый ряд деревьев. Обрабатываю те, которые были у меня в жёлтом цвете. В жёлтом, в оранжевом. Вот я формирую крону. Немножко веточки вверх, вниз наклоняю. Так как бы вот я представляю дерево, как бы оно висело. Куда бы у ней висели веточки. В основном всю массу я направляю в средину и на себя. Мы визуально же не будем видеть обратную сторону дерева или ветки развернуты в другую сторону. А вся масса идёт к середине изображения и на себя. Вот сейчас я дальний план деревьев делаю. Весь к середине, вверх. Точно так же, как я делала кроны деревьев. Только лёжа. Вот я кисточку просто прижимаю. Я её не протягиваю. Потому что, когда я её начала так протягивать, у меня смазывались эти листики, ну, вот веточки сами смазывались. Получалось неаккуратно. И я решила, что набью их вот так. Она прямо, получается, множество, видите? Множество, множество небольших, таких низеньких травинок. Вот оно за счёт фактуры кисти накладывается такими бугорками небольшими. И кажется, и такой богатая такая вот растительностью поверхность. Может, это папоротник, может, вот такая листва. Здесь тоже где-то посветлее, где-то потемнее. Сейчас картина тут имеет небольшое разнообразие цветов. Тут красные и жёлтые тона. Вот я забиваю всю поверхность такими листиками, веточками. Листиками, веточками, травинками. Ну, это всё условности. Так всё условно. Теперь я делаю деревья первого плана. Они у нас тёмно-коричневые. Я в коричневый цвет добавляла больше чёрного. Потому что сам свет у нас впереди. Ну, видео перескочило. Значит, деревья обыкновенно нарисованы. Коричневый с добавлением чёрного. По краям я немножко поровела жёлтым тоном, чтобы на деревьях играло солнышко. По дереву точно так же мы не делаем множество маленьких веточек. Только центральную ветвь, большой ствол и центральные большие ветви. Вот небольшое количество. Чтобы при нанесении на них яркого тона веерной кистью массы листвы у нас не создавалась грязь. Потому что будет смешиваться с маленькими веточками, если сильно уж разукрасить эту картину. И не будет чистоты цвета. Конечно, рисовать под лампой очень тяжело. Оно, краска блестит на поверхности холста и слепит меня. Ну, дни очень тёмные. Тем более, я её рисовала в несколько приёмов в течение всего дня. Это картина, которую не надо писать очень быстро, за одним махом. Я сначала нанесла... Ну, в любой стадии этого рисунка её можно бросить, потом пойти поделать свои дела, которые там нужны. И продолжать уже рисовать в другое свободное время. Её можно оставлять даже на следующий день. Это ничего страшного. Хоть она и подсохнет. Мы как бы слоями наносим одно изображение на другое. Сначала вы нарисовали сами пятна вот эти вот горизонтали и вертикальных деревьев. После этого вот нарисовали стволы первых тонких деревьев. Нанесли более тёмную массу листвы. Потом деревья рисуются первого плана и на них уже наносится яркая листва. И всё. Она наносится по поверхности. Под деревьями кустики мы нарисуем. И поверху. И картина готова. Поэтому это такое рисование, когда можно отрываться. Когда, например, портреты рисуешь или ещё какие-то такие детали, там оторвёшься, придёшь, а потом уже краска подсохла, она уже не тянется, не смешивается одна в одну. Вот смотрите, уже когда мы нанесли многоярусные деревья, уже вот те, как мы накладывали веерной кистью, нижние листики и веточки, или травки, просто прикладывая веерную кисть, сейчас уже они смотрятся на общем фоне. Смотрите, такой массой хорошей зелени, но не зелени здесь, ярких тонов, массой такой растительности внизу. Вот я даю акценты на те ветки, что были под низом, такие тёмные, более яркого. И сразу приближается сюда ближе растение, вот по дереву. Также кустарник внизу дерева хорошо смотрится. У автора урока там немножко совсем по-другому. уже я рисую тут то, что мне нравится. Я могу уже не смотреть урок, а уже придумывать сама, сам пейзаж. Вот я немножко разбрасываю яркого, окунаю в белый и в жёлтый цвет, немножко кругом разбрасываю по горизонтали изображения. И тоже делаю его не сплошняком, а такими небольшими выступами, чтобы в перспективу уходило. Вот я веточку делаю с такими лапами, лапами, такими. Немножко в разные стороны нагибаю, как бы ветки, они и торчали вверх, и вниз уходили. Ну, то ли это акация, то ли какая, не знаю, вот сорт дерева, ну, смотрится, конечно, хорошо. Такая многоплановая живопись, она приятна для просмотра и для рассмотрения. Когда картину смотришь первый раз, ты смотришь на что-то, вот какую-то деталь выхватываешь. Но при ближнем рассмотрении, мои картины я рисую, можно рассматривать вблизи. Здесь всё такое деталейное, детализированное, вырисованное. Музыка 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 Сейчас я делаю вверх, вверх, вверх такие веточки, кое-где так пускаю, чтобы не только были они однообразно горизонтальные, но ещё и торчали вверх. масса получается травы значит и однотонность такая вся слишком карамельная немножко зеленого также я добавляю в ветки деревьев потому что зелени она более разбавляет однотонность вот эту желто-красную тот цвет что есть картина приобретает такой приятный ажурный орнамент листвы я произвольно добавляю где мне хочется уже не смотря ни на урок не никуда вот чисто как у меня вот картина сама нарисована и как мне это чувствуется и как я в этом уверена вот ставлю там веточки где-то посветлее где-то потемнее зеленым видите его там с правой стороны больше зелени сделала низ кустов немножко зелененьким подбила чтобы дерево казалось более объемное теперь мне хочется положить везде тени коричневую смешанную с черным я под массивом травы под деревьями такими полосочками подкладываю тень видите под кустом под деревом их можно растушевывать можно так полосками оставлять это уже как вам захочется там сильно ярко там не стала я делать приглушила их немножко растушевала потому что это все-таки перспектива уходящая вдаль вот получается смотрите такой по если смотреть по значит по земле то которая уходит под деревья она кажется такими оранжевым и кажется что между деревьев прямо играет такое зарево оранжевого солнца теперь я значит добавляю по по земле раскладываю листики часть травы я листиками прикрываю мне показалось что там у меня много слишком такой нарисованной кисть кистью веерной и я ее перекрываю продольными такими полосочки коми это вот для меня например ну как бы масса листиков или камешка вну в данном случае листики тут под деревьями так что-то нечто нечто лежащее под деревом это желтый будет оранжевый цвет на середину дорожки я ничего не стараюсь нарисовать потому что мне так нравится как изначально она сделана без ничего без рисунка если я сейчас еще забью середину листвой то будет это для меня перебор края как бы и так все полностью закрашены листиками полосочками видите я небольшие островки оставляю растительности все остальное продольными такими полосочками закрываю можно этого не делать можно было оставить в таком варианте как и было но тут же когда рисуешь уже вот эти островки зелени и желтизны вот сейчас я взяла оранжевый немножко решила сравнять с лесом чтобы цвет был в лесу раз оранжевый то он и выходил на дорожки оранжевыми островками тогда вот с лесным массивом вот уже сочетание видите с правой стороны посмотрите по стволу по низу идет оранжевый и я уже сделала листву оранжевую тут подложила желтая оранжевая здесь можно и фиолетовые и голубенькие цвета небольшими такими вносить островками пятачками под теневой например под деревьями можно раскладывать их в такой технике можно было и весь рисунок нарисовать он бы был такой как тканый тоже поинтересно было бы теперь я решила нарисовать фигурки в общем парочку мужчину и женщину уходящих вдаль у автора там одна фигурка стоит ну мне нравится когда пара фигурки я рисую чисто механически так обыкновенно голова туловище ножки можно слишком дорисовываться делаю чисто так схематически женская фигурка рисуется видите каплеобразные ножки мужчина рисуется вот я ему нарисовала плечи дальше идет треугольник тела и две ноги рука и все и уже видно что паркой парочка идет и парень слегка наклонен к девушке теперь можно там подать цвета эти фигурки были нарисованы коричневый с черным небольшую тень под ноги чтобы видно было что фигура стоит ну или идет на этом все до свидания моя картина закончена до новых встреч а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok